постоянно в комментариях спрашивают про видео по билдам и я обещал что в этом сезоне будем о них говорить так что пора чаще всего встречаются вопросы про сферы распутина некоторые не знают что это такое совсем кто-то сомневается в их эффективности а кто-то вроде знает но все равно не может понять какие-то нюансы что же устраивайся поудобнее в этом видео я отвечу на все твои вопросы вы серьезно джонни рассказывать про моды распутина спустя год после их появления но еще раз новые игроки приходят и уходят вопросы появляются ты не видишь этих вопросов а я вот регулярно встречаюсь с ними так что мне видней уверен что сейчас это видео тоже будет многим полезно и так начнем как насчет того чтобы одним взрывом зачистить от противника в целую комнату или ослепить всех противников в этой комнате а что если ты хочешь исцелить своих напарников с помощью всплеска энергии или увеличить урон по боссу все это и не только это могут сферы распутина и так что тебе нужно чтобы создавать сферы они же элементы питания военного разума кстати нужно использовать правильное оружие и не забыть поставить в свою броню нужные особые моды начнем с оружия какие пушки могут создавать сферы во первых оружие 7 серафимов 6 легендарок которые могут выпасть тебе вообще где угодно плюс к ним еще четыре оружия и кел револьвер дробовик пистолет пулемет и снайперская винтовка все это оружие гарантированно будет создавать по одной сфере за каждое пятое убийство противника и все 10 пушек на всю игру которые могут создавать эти сферы и потому все так по ним ссутся от счастья нет нет конечно 10 легендарок это далеко не предел арсенал оружия которое создает сферы значительно расширяется за счет модов например гнев распутина при убийстве врагов с помощью солнечного сплэш урона урон по области от взрывов например есть шанс создать элемент питания военного разума ставите вы этот мод в броню солнечного типа и вам открываются огромные возможности оружие вроде ксенофага тысячи голосов солнечного выстрела пикового туза и даже легендарки с перками фугасные снаряды стрекоза и светлячок создают сферы распутина при убийстве взрывами на это обратите внимание что именно за убийство взрывами а не прямыми попаданиями как это было на оружие и кел и серафимов единственным исключением будет ксенофаг который в принципе стреляет именно сплэш уроном а значит также каждое пятое убийство создает заряд военного разума гарантированно но и это еще не все есть еще несколько видов оружия которая может создать сферу распутина не нанося при этом солнечный урон или что-то в этом духе действует этот трюк при условии добивания противника в момент переключения на оружие и кел или серафимов объясняю на пальцах мы делаем 4 кила и кел оружия и в момент когда я бы добил еще одного противника для гарантированной сферки я стреляю из горстки пепла анархии телеста ракетницы и на момент смерти противника от этого оружия переключаюсь обратно на и кел бум сфера на месте то есть и без того одни из самых мощных пушек в игре откроют вам новые возможности благодаря использованию сферок разве это не волшебно и так думаю достаточно поговорили о том как можно создавать сферы теперь давайте обсудим чем они нам могут быть полезны и с какими модами их нужно комбинировать для того или иного эффекта их этих модов много целых 19 и я совру если скажу что абсолютно все из них полезны нет не все я расскажу о наиболее популярных которыми пользуюсь каждый день сам чтобы сильно не перегружать но для начала где эти моды брать начиная с этого сезона сплайсер моды могут быть в продаже у ады 1 до этого они продавались у банши 44 так что следите за ассортиментом он обновляется каждый день 8 часов по московскому времени и не пропускайте ни одного мода на элементы питания и еще кое-что обратите внимание что некоторые модификаторы могут быть установлены только в броню конкретной стихией как например тот же гнев распутина только в солнечную шмотку так что далее когда я буду говорить о том или ином модификаторе проверяйте тщательно не только есть ли у вас этот мод но и то в какую шмотку вы пытаетесь его установить и так теперь коротко про несколько связок модов и билдов на этих модах которые будут крайне для тебя полезны во первых мод глобальный охват запомни этот мод должен быть вообще всегда в твоем снаряжении благодаря именно этому модификатору взрывы от сфер распутина какие любой другой эффект будет покрывать настолько большую площадь поражения так что если не хочешь заморачиваться насчет каких-то серьезных билдов это будет твоим ключиком к большому бум полезно и в соло игре и в командной но помни от того что ты поставишь несколько таких модов эффект не суммируется так что о каком бы моде военного разума мы не говорили только один мод ставим никакого дублирования первый билд на зачистку смешиваем четыре мода глобальный охват гнев распутина горящие элементы и ярость военного разума такой коктейль действительно будет лучшим решением на моментальную зачистку противников в любой активности моды будут дополнять друг друга и как только вы увидите первую же сферу разрушайте ее после того как она взорвется она с большой долей вероятности создаст другую сферу и так по цепочке отличный вариант при прохождении сезонных активностей в которых встречаются просто огромные толпы противников да и на некоторых этапах рейдов или сумрачных налетов такая ядерная бомба может буквально спасти вашу команду от душащих мобов следующий билд на выживание и урон до сферы распутина могут не только разрушать но и бафать вас для этого также ставим в основу глобальный охват а потом к нему докидываем защита военного разума который снизит входящий по нам урон от противников вблизи которых как раз будут валяться сферы долговечность военного разума который продлит срок жизни сферы и мощь распутина ключевой мод который увеличит урон по врагам от оружия когда они находятся вблизи зарядов питания на фазе урона по любому боссу этот билд даст вам прирост в 10 процентов к бонусу урона что конечно лишним не будет ну и третий билд на подавление все также начнем с глобального охвата затем добавляем элементарное подавление благодаря ему повреждение сфер распутина будет ослеплять врагов главное не переборщите не нужно ломать сферу нужно лишь пострелять немного и мод сработает сюда же добавляем мод защита военного разума из предыдущего билда и долговечность военного разума такой билд здорово поможет вам на любом задании которое вы решите пройти в соло к примеру легендарный затерянный сектор или может этап какого-нибудь подземелья или рейда враги беспомощны а вот вы наоборот получаете больше защиты повторюсь фантазия вот ваш единственный ограничитель ну и количество модов конечно к любому билду можно добавить например мод хватка военного разума который позволит вам внимание брать и кидать сферы сможете этим более точечно вешать тот или иной эффект в нужной области поля сражения например на фазе урона по боссу бросить сферу под него для дебафа и бонуса к урону о котором я говорил во втором билде есть даже мод медик боевой группы который будет восстанавливать здоровье вашей боевой группы при разрушении заряда в общем полно полезных эффектов которые пригодятся тебе как в обычном пве казуальном так и в эндгейм хардкорных активностях просто без этих модов сейчас никуда главное помните не стоит ломать сферы распутина созданные не вами поскольку в таком случае они сохраняют базовые свойства они те которыми их наделяют моды так что пользы от них не будет никакой ну и еще на этапах рейдов например на финальном боссе сада спасения или на этапе оракулов из хрустального чертога со взрывами зарядов тоже надо осторожнее ведь урона от них будет достаточно чтобы сломать не тот оракул или случайно открыть портал разрушив кнопку или вроде того что ж надеюсь это видео помогло тебе сориентироваться в этих модах теперь и ты помоги мне напиши в комментариях было ли полезно это видео и поставь лайк чтобы я знал и продолжал делать ролики с билдами или наборами оружия и модов а также чтобы продвинуть это видео дальше в рекомендации а пока я прощаюсь спасибо за подписку и просмотр до связи